Hello, друзья мои, добро пожаловать! Сегодня мы с вами посмотрим новый трейлер игры Paralives, которая выйдет в 2021 году. Хочу сразу сказать, когда я увидела первые скриншоты и первые ролики, я была просто в шоке, потому что просто не верится, что у нас будет игра с подобными возможностями. Мы сейчас с вами посмотрим последний трейлер, который вышел, и он нам как раз будет показывать персонажей, которые будут в этой игре, а если вы вдруг вообще не знакомы с этой игрой, то рекомендую досмотреть этот ролик до конца, потому что после этого трейлера я вам покажу и некоторые другие видео, связанные с этой игрой. Игра достаточно давно уже известна, но я не знаю, почему я до этого не записывала обзоры на трейлеры, ну, я же Даша, я могу, наверное, не записать, но сегодня мы с вами все это наверстаем, и кратенько давайте я вам расскажу, что это за игра. Paralives — это симулятор жизни, причем эта игра создается четырьмя разработчиками. Вы представляете, в команде разработчиков только четыре человека, инди-игрушка, но мне уже нравится то, что я вижу на экране, и сейчас мы с вами посмотрим на персонажа. Их еще не показывали, их называют парафолками. Мы посмотрим, как вообще будет здесь выглядеть создание персонажа, и заодно, конечно, сможем оценить место, в котором живет персонаж, потому что мне уже нравится то, что я вижу. Я вижу такой вот очень-очень классный стильный лофт, и мне кажется, что мы с вами должны будем быть просто в нереальном восторге от этой игры. Но сразу хочу сказать, что игра выходит в 2021 году. Это значит, что она еще в разработке, и, возможно, будут какие-то изменения, поэтому давайте будем ее оценивать на данном этапе, и будем надеяться, что хотя бы вот эти все особенности игры, конечно же, к моменту выхода не пропадут. Ну что, давайте смотреть. Ссылочку на трейлер я, конечно же, оставлю в описании, если вы захотите посмотреть и вообще подписаться на канал этой игры. Ну а я предлагаю сейчас глянуть, что же нас ожидает. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что я вам могу сказать? На первый взгляд смотрится нереально круто. Согласитесь, очень детализированная модификация персонажей. То есть мы можем менять не только там ширину плеч, ширину бедер, как, например, в Sims 3, Sims 4. Да, мы будем сейчас сравнивать, наверное, с особенностями этих игр, ну потому что, в принципе, это, наверное, самые играемые нами симуляторы жизни. Как вы видите, мы можем полностью модифицировать персонажа, и мы можем менять рост. Вы представляете, мы можем менять рост персонажа. Это то, чего нам не хватало зачастую в Sims 4, например. Я помню, мы ставили с вами мод на высоту персонажа, но оно выглядело не очень красиво, особенно, когда персонажи общались. Было очень забавно, когда стоит персонаж, он гораздо ниже, а твой перс смотрит куда-то в сторону или куда-то там наверх или вбок, но не на этого персонажа, с которым он разговаривает. Поэтому то, что можно менять рост, это уже огромный плюс. Волосы. Я почему-то сразу вспомнила Sims 3. Как вы помните, там можно было менять 4 параметра. По-моему, 4, а может даже 5, нет, по-моему, все-таки 4 параметра волос. И, как вы видите, здесь можно менять цвет корней, вы можете менять кончики, цвет кончиков. Ну и, собственно, сами волосы. Но я так понимаю, что вот в плане причесок нам еще не показали, что у нас здесь будет, мы это с вами все посмотрим. Давайте вернемся немножечко в начало. То есть вот нам показывают нашего персонажа. Вот она живет в таком вот доме. Да, вы посмотрите на этот дом. Я просто в шоке от того, что я вижу, потому что мне настолько нравится такой вариант архитектуры. Я просто вот смотрю, я понимаю, что я хочу такой дом построить. Так что ждите, мы с вами будем еще такие домики строить обязательно. Но до домиков мы с вами еще доберемся, потому что у меня дальше в ролике есть еще коротенькие кусочки видео с постройкой домов. Значит, двигаемся дальше. И наша главная героиня, между прочим, живет с котом. Так что здесь у нас еще, получается, и питомцы будут. Ну и вот она живет, посмотрите на эти окна. Вы посмотрите на эти мансардные окна. Мансардные окна. У нас будут мансардные окна. Все, спасибо, люблю уже игру, готова поиграть. Значит, ну как вы понимаете, в принципе, меню будет стандартное, как в большинстве симуляторов жизни, не только Sims. Будет классическое менюшка, где мы будем выбирать, куда персонажу идти, что делать. И да, пока что, конечно же, игра на английском, как я уже сказала, она в разработке. Но я очень надеюсь, что, возможно, ее переведут и на русский язык. Ну что, вот наш персонаж, и что мне очень понравилось. Вот, посмотрите, рост. Вы можете менять рост персонажа. Это просто, ну, просто шикарно. Этого всегда не хватает в играх, потому что, ну, все-таки мы все разные, согласитесь. Мы разного роста, мы разного объема, веса, фигуры. Мне кажется, что в Sims 4, да, за счет модов мы можем, в принципе, создавать более реалистичных, что ли, персонажей, ну, или более разнообразных. А вот здесь это прям сразу в игре будет. И, как вы видите, у нас есть понятие outfits, это наряды. Вот у нас есть everyday, у нас есть casual и спортивный наряд. То есть, вы можете создать какой-то свой. Вот в этом меня, конечно, сразу же игра подкупила. Село в том, что, по сути, ты сам создаешь все внутри игры. То есть, у тебя оно не заложено изначально. Да, нам, к сожалению, сейчас не показали, какая здесь есть одежда. Может, тут, конечно, одежда будет, там, три платьица, четыре пары брючек и все. Но, опять-таки, согласитесь, тут можно менять цвет всего. Вот все, что вам, вот вам не хочется, чтобы этот костюм был зеленый такой вот, мятный. Он будет красный, розовый. И я так понимаю, что, скорее всего, меняться он будет через колесо цвета. Это просто вот невероятно круто. И вот, смотрите, то, что нам сейчас показывают. Вы можете менять объемы тела персонажа. То есть, какого захотите персонажа создать, такого и создавайте. Все зависит целиком, полностью от вас. И, да, вот попу как кардашьян мы точно сделаем. Готовьтесь, у нас будут кардашьяновые такие вот попастенькие персонажи. Да ладно, шучу, у нас всякие будут персонажи. И сейчас вот то, что мне очень понравилось. Кстати, мне почему-то вот по графике игра, не знаю почему, не спрашивайте, напомнила немножко волка среди нас. Особенно вот персонаж, рисовка персонажа, да. Игра более мультяшная. И мне кажется, что, ну не то чтобы графика проще, чем в Sims 3, Sims 4. Но мне кажется, это будет связано с тем, ну если она такой же и останется, что игра, в принципе, с вот такими вот возможностями, она должна быть достаточно жрущая. То есть, на нее должно быть мощное железо, к этой игре должно быть подобрано. И мне кажется, что графику еще больше усложнять. Ну, это, наверное, должны быть какие-то супер топовые компы. А как вы понимаете, не все смогут ее потянуть. Поэтому, в принципе, к графике я не могу как-то придраться. Мне нравится такая вот легкая мультяшность. Выглядит неплохо, лишь бы не стало хуже. И вот это то, что мне понравилось. То есть, вы можете выбрать какие-то базовые цвета. Одну расцветку, вот там, не знаю, фиолетовый, коричневый. А также вы можете перейти, и здесь есть... Блин, вы не видите, наверное, вебка закрывает. Здесь есть три параметра, которые вы можете модифицировать. И посмотреть, какая же будет прическа у вашего персонажа. Какого хотите цвета корни, выбирайте. Какого хотите цвета кончики волос, это... Ну, согласитесь, это здорово. Это действительно очень здорово. И вот такая вот... Ну, вроде бы это мелочи. Но всегда хочется как-то своего персонажа еще больше, больше, больше разнообразить. Сделать более уникальным. И тут это прям... Прям парафолки мне очень нравятся. И давайте я вам сейчас кратенько, быстренько покажу, что меня просто поразило. Почему-то... Ну, вот не знаю, почему я до этого не снимала ролик про Paralives. Но я сейчас понимаю, что надо было вам давно рассказать. Потому что вы только посмотрите, что я для вас еще сейчас подготовила. Это ролики, которые я вам сейчас покажу. Они все взяты с официального канала Paralives. Поэтому вы можете и там их тоже глянуть. Значит, смотрите, по поводу строительства. Тут режим строительства это просто вынос мозга. Потому что это вот... Знаете, вот мы с вами часто на стримах обсуждаем, что не хватает... Чего не хватает в Sims 4 и Sims 3. Вот. Смотрите. Во-первых, мы с вами получаем городок. И мы можем его переделать, перекроить, как мы с вами захотим. Вот мы хотим участок вот такой вот формы. Вот здесь поставить домик. Здесь, например, разместить бассейн. И мы можем с вами это сделать. То есть вы выбираете, какого размера у вас будут участки. Вы можете много-много маленьких. Допустим, несколько вот таких. Вот вы хотите огромное поместье. Вы можете здесь его так вот перекроить. Я очень надеюсь, что это будет у нас в игре. Потому что если этого не будет, то это будет как-то совсем обидно. Но вы только посмотрите. Любой формы. Да, понятное дело, что, наверное, какой-то совсем дзигзагообразный полукруглый в точечку мы не сделаем. Но согласитесь, вообще вариант модификации это очень круто. Потому что я уже приводила много раз пример Дельсольвелли. Там огромнейшие участки в таком вот средненьком районе. И вот, например, мне бы там хотелось разместить несколько маленьких домиков. А у нас там участок 30 на 40. И ты такой сидишь и думаешь, блин, ну лучше бы не 30 на 40. Лучше бы там 20 на 15, 20 на 15 и 20 на 30. Ну, да ладно, но вот это прям, прям супер. Я надеюсь, что это у нас будет. Что еще мне понравилось, ребят, вы сейчас вообще будете просто в шоке. Посмотрите. Вы можете увеличивать сами предмет, как вам захочется. Вы можете сделать из одной кровати несколько. Двуспальную, односпальную. Вы можете делать двухэтажные кровати. Посмотрите на это. Посмотрите, как оно круто смотрится. Вы можете, вот смотрите, то, что мне очень понравилось, менять расположение лесенки. То есть у вас это не отдельный какой-то продукт, это не отдельная будет, не отдельная кровать. А вы в самой кровати можете менять расположение какого-то там предмета. Ну, то, что там будет. Вот, например, здесь у нас лесенка. Вы можете менять ее расположение просто одним кликом. И вы можете взять, переставить кровать. И вот у вас будет двухэтажная кровать, которую мы с вами давным-давно хотели увидеть в той же игре Sims 4. И мне, кстати, очень нравится вот этот светильник в виде луны. Мне кажется, что вот, вот, ребят. Вот это, наверное, апогей того, что меня просто повергло в шок. Во-первых, полукруглые стены. Мы с вами сможем башни строить. Мы сможем с вами перестроить, кстати, замок Барби. Потому что там была круглая, помню, стенка. Круглая, получается, что-то типа современной такой башенки. Но у нас не было круглой башни. Поэтому, увы, нам пришлось ее сделать многоугольной. И вот, смотрите, что мне очень нравится. Вы можете сами выбрать вот расположение, где у вас будут ящики. Вы можете сами выбрать, где у вас будет, например, находиться вот эта лампа. И вы эту лампу можете под себя модифицировать. Посмотрите на вот эти кубики. Вы берете очень часто, кстати, популярный такой вот предмет. Вы можете взять этот кубик, разместить на столе. И просто его сделать как полочку. Полочку, на которую вы можете поставить там клавиатуру. Можете тут разместить экраны, там еще что-то. Вы можете сделать из лампы торшер. Вспомните, сколько раз я тоже говорила в Sims 4, что есть классные, допустим, маленькие лампочки. Но вот было бы прикольно из них сделать торшер. И вуаля, теперь мы это можем сделать в Paralives. То, что я говорила по поводу полочки. Вы можете разместить здесь любые предметы, какие захотите. Вот два экрана. Один экран. Там экраны, какие-то украшения. Посмотрите, оно все размещается без клеточек. То есть, вот вы хотите рамочку, вы сразу же размещаете. Поворачиваете как хотите. И вот прям очень круто. Знаете, такое ощущение, что House Flipper соединили с Sims 4, потому что графика мне еще чем-то немного напоминает House Flipper. Ну, так вот немножечко, согласитесь. Что-то есть общее. И вот мы с вами получили уютный такой кабинет. Кухня. Кухня это вообще отдельный шик. Вы знаете, как часто у нас с вами бывают проблемы с кухней. Нам нужно как-то все подобрать, разместить здесь же. Вы, во-первых, можете выбрать, какой у вас будет сразу шкафчик. Ну, в принципе, в Sims 4 мы тоже можем это делать. И также вы можете выбрать, какая ручка, например, будет в вашем шкафчике. Там кругленькая, или же в виде такой вот скобочки, или вообще какую вы захотите увидеть цвета. Вы можете сами для себя сделать подборку цвета. Вот вам хочется, вы сейчас не видите, к сожалению, я опять своей головой закрываю цвета. Но вы можете выбрать, тут есть, получается, три параметра. Ручки, получается, столешница и само основание, ну, основание, самой столешницы. Ну, вы поняли, о чем идет речь. Вы можете придать любой цвет, вы можете выбрать какую-то текстуру, поверхность. Просто, просто нет слов, согласитесь. Оно смотрится настолько красиво. И мне нравится, знаете, такая вот графика, такая вот действительно, знаете, как с эффектом кино, с эффектом мультфильма. И вы можете расширить. Вот вам хочется, чтобы этот, на этой столешнице было шире, вы взяли и расширили. Посмотрите на свет. Вот вы сейчас внимательно посмотрите. Вы можете выбрать свет, и вы можете выбрать яркость. И... Обалдеть! Оно просто смотрится нереально. Вы можете делать ярче, вы можете сделать там любой цвет. Как хотите, вы размещайте. Мне, кстати, ну, очень нравится вот такая вот планировка. Мне нравится, во-первых, вот здесь в крыше окошко. И вообще мне нравится, что... У нас, кстати, ну, такие полукруглые околы у вас тоже в Sims 4 есть. Но вот эта возможность размещать предмет, вот если тебе не хватает, тебе нужно чуть-чуть его расширить. Вот, например, у меня со столиками, помню, было такое. Мне нужен столик чуть-чуть короче. Теперь мы с вами сможем это сделать. Вот у нас тут курочку кто-то приготовил. Вообще выглядит очень-очень даже симпатично и аппетитно. Ну, и еще один момент, который я вам хотела показать. Это, в принципе, мы сейчас в трейлере увидели. По прическам. Да, прически мне напоминают Sims 3. А в Sims 3 мне прически, ну, не очень нравились. Ну, прям так себе. Ну, здесь, наверное, нам придется все-таки потерпеть. Как я сказала, что прям все идеально, наверное, быть не может. Но в другом случае вы видите, что у нас тут очень много возможностей по сравнению с той же игрой Sims 4. Потому что там у нас, к сожалению, надо было либо готово использовать прически, либо же скачивать какие-то доп. причесончики, которые мы сможем использовать. Ну, и вот это, знаете, это такой вот апогей. Дом построенный в этой игре. Дом построенный в этой игре. Посмотрите. Вот этот вот домик мы только что с вами видели в самом начале. Ну, у меня нет слов. Во-первых, мансардные окла, которые мы сейчас, допустим, пытаемся построить в Sims 4. Нам нужно вот так вот выкрутиться. И то, там есть минусы, которые мне не нравятся. А здесь... А здесь вы можете расставить вот так вот книжные полки. Вы можете разместить очень много растений. Посмотрите, как это кру... Вот, кухня. Посмотрите, как это здорово выглядит. Да, мы с вами можем подобную квартиру или дом построить в Sims 4. Вы же понимаете. Но вот эти вот мелочи, как увеличение предметов, уменьшение предметов. Именно уменьшение так, как я захочу. Не так, как, допустим, вот предустановлено в игре. Вы можете уменьшить вот так вам, как вам хочется. Вот там вы можете чуть-чуть больше, меньше сделать. У вас есть какие-то ограничения. Здесь вот вам нужно на сантиметрик. Вы увеличили. Нужно чуть меньше. Вы уменьшили. Напоминаю вам, что это инди-игра. И для четырех человек, которые ее создали, она смотрится очень круто. Конечно же, будем ждать выхода. Это, знаете, такие вот мини-спойлеры по одной, по полторы минуты. Выкладываются на основной канал. И, знаете, вот ты смотришь на это, и ты понимаешь, что должно быть круто. Будем надеяться, что в 2021 году она все-таки выйдет. Потому что из-за карантина очень многие игры переносились, откладывались на непонятный срок и вообще могли быть отменены. Но я надеюсь, что Paralives выйдет. И мы с вами, конечно же, поиграем. Посмотрим, что из этого получится. Потому что мне точно нравится. Вот то, что я вижу сейчас, мне нравится очень и очень сильно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этой игрушки. Поиграли бы? Или вам все-таки чего-то здесь не хватает? Ну, а я надеюсь, что вам понравился такой вот мини-разбор, мини-обзор игры. Ну, как мини-обзор, скорее, трейлеров игры. Потому что все-таки она пока что еще не вышла. Но мы с вами обязательно в нее поиграем. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся уже в новых видео очень скоро. Хорошего вам настроения, добра, позитива. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok